Для того, чтобы приготовить основу для чизкейка, нам понадобится печенье и сливочное масло. Здесь у меня 250 грамм печенья и на это количество мне понадобится 125 грамм сливочного масла. То есть в два раза меньше. Как вы видите, очень просто запомнить. Для начала нам нужно растопить это сливочное масло. Можно в кастрюле, можно в микроволновке, что у вас есть, не важно. А вот это печенье нужно просто раскрошить. Можно обычной скалкой или же можно использовать кухонный комбайн. Сегодня я буду использовать кухонный комбайн, но частенько я делаю и со скалкой. Добавляем 125 грамм растопленного и обязательно остывшего сливочного масла. И вместе все хорошенько перемешаем. Несколько минут и основа для чизкейка готова. Нам понадобится вот такая форма со снимающимся низом. Диаметром она 23 сантиметра. Обязательно нужно хорошенько обмазать эту форму изнутри сливочным маслом. Обертка от сливочного масла нам очень в этом поможет. Переносим подготовленную основу в эту форму. И теперь просто вот так рукой равномерно распределим. Основа для чизкейка готова. Как вы видите, все пока что очень и очень просто. Пока будем готовить начинку, ставим вот эту основу в холодильник. В чизкейке главный ингредиент это сливочный мягкий сыр. Чизкейк в переводе с английского обозначает сырный торт. Для тех, кто не знает английский. Сыр Филадельфия. Это мягкий сливочный сыр. И он прекрасно подходит для приготовления чизкейков. Если нет Филадельфии, возьмите любой похожий сыр. Нам понадобится 700 грамм этого мягкого чудесного сыра. Первый секрет приготовления хорошего, вкуснейшего чизкейка в том, что вот этот сыр мягкий должен быть обязательно комнатной температуры. Здесь у меня напомню, что 700 грамм мягкого сыра. Добавляем 150 грамм сахара обычного. И следующий очень важный момент в том, чтобы взбивать вот это вот, все перемешивать на маленькой скорости. То есть миксер включите на маленькую скорость. И не перебейте, пожалуйста, не передержите. Следующим шагом добавляем вот эти 4 яйца. Яйца тоже должны быть обязательно комнатной температуры. То есть достаньте заранее из холодильника. Добавляем эти яйца не все сразу, а по одному. Добавили одно яйцо, перемешали, затем следующее и так далее. В этом чизкейке очень важный ингредиент ванилин. Добавляем хорошее, приличное количество ванилина. Вот я добавлю полную чайную ложку ванилина. Оно, конечно, зависит от того, какой у вас ванилин и какая концентрация. То есть сами добавляйте по вашему вкусу. И в самом конце добавляем 150 грамм обычной сметаны. Вот и все. И начинка наша готова. Как вы видели, очень и очень просто. Я достала форму сосновой из холодильника. Наверное, оно пробыло там минут 15-20. И теперь аккуратно заливаем начинку на основу чизкейка. Вот так вот немножечко подвигаем нашу форму, чтобы начинка равномерно распределилась. Вроде бы неплохо. И еще я хочу вам сказать, что очень и очень важно не передержать чизкейк в духовке. Ставим теперь этот чизкейк в духовку, которая разогрета до 160 градусов Цельсия минут на 50-60. Но всегда, пожалуйста, смотрите по своей духовке. Наш чудесный чизкейк готов. Он пробыл в духовке 55 минут. Когда вы достанете его из духовки, обязательно сразу же, пока он горячий, вот так вот пройдитесь по краям вашего чизкейка. Теперь оставляем в форме на 1 час. И затем мы раскроем форму и достанем этот чизкейк из него. Прошел 1 час. И открываем форму аккуратно. И вот так вот достаем. Посмотрите, как он выглядит сбоку. Итак, оставим еще на час, на два. Вот так, при комнатной температуре, чтобы чизкейк полностью остыл. Затем перенесем в холодильник и оставим там минимум на 12 часов. А еще лучше на 24 часа. И затем можно будет украсить ягодами и насладиться этим чудесным, вкуснейшим чизкейком. Прошло почти 20 часов. Больше нет сил ждать. Теперь давайте украсим наш чизкейк и будем пробовать. Перед тем, как украсить, я перенесу этот чизкейк сюда. Берем обычный нож и аккуратно приподнимем дно. Пройдемся по кругу. Видите, очень легко отделяется. Если у вас есть свежие ягоды, то они прекрасно подойдут к этому тортику. Осталось только нарезать на маленькие кусочки, приготовить чай и насладиться этим чудесным тортиком. Нам еще понадобится стакан с горячей водой и, конечно же, подходящий ножик. Ножик желательно, чтобы был немножечко теплый. Опускаем в горячую воду. Достаем. Обязательно вытрем насухо. Аккуратно разрезаем. Достали ножик и опять опускаем в горячую воду. Посмотрите, как аппетитно, как чудесно этот чизкейк выглядит изнутри. Чизкейк, так же, как и морковный торт, я впервые попробовала в Англии. И теперь эти торты одни из моих самых любимых. Кстати, рецепт морковного торта есть на нашем канале. Очень и очень хороший рецепт. Ссылка будет под этим видео. Посмотрите, пожалуйста, и приготовьте. И, конечно же, настала пора попробовать. Очень и очень вкусно. Готовьте на здоровье. Спасибо вам за просмотры. Подписывайтесь на наш канал. И делитесь нашими рецептами со своими друзьями. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...